Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Монголию. Вместо того, чтобы его арестовать в соответствии ордера Международного уголовного суда, правителя Кремля встречают с почестями. Подняты государственные флаги Российской Федерации и Монголии звучат гимны двух стран. Ранее Путин в интервью монгольским СМИ заявил, что допускает поставки в Монголию дешёвого газа при строительстве трубопроводов в Китай, а также нефтепродуктов со скидкой. Газопровод длиной около тысячи километров должен пройти через территорию Монголии, чтобы проложить трубу в Китай. Хотя в конце декабря 2023 года было завершено составление документации проекта. Однако Монголия не включила силу Сибири-2 в план национального развития на ближайшие пять лет. Украина будет добиваться, чтобы отказ Монголии выполнить ордер Международного уголовного суда имел последствия. С таким заявлением выступил спикер Украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий. По его словам, невыполнение обязательного ордера на арест кремлёвского правителя Путина является тяжёлым ударом по Международному уголовному суду и Международной системе уголовного права. Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнёрами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора. Международном уголовном суде заявили, что отказ Монголии задержать Путина будет иметь последствия для этой страны. Власти обязаны выполнить ордер МУС, поскольку ратифицировали римский статут. С 2000 года Монголия является участником Международного уголовного суда, а в 2003 году ратифицировала римский статут. Таким образом, страна обязана выполнить решение судей МУС, которые в 2023 году выдали ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой Беловой.